Я хочу поздравить дорогих радиослушателей с Днем Независимости Израиля и преподнести подарок, который, я надеюсь, поможет нам ощутить, почему это также и наш личный праздник. С нами сегодня ветеран израильской армии, который приехал когда-то, если я не ошибаюсь, из славного города Ленинграда, колыбели революции, Михаил Лобовиков, который говорит с нами из славного города Тель-Авива. Приветствую вас. Добрый день. Приветствую вас из Тель-Авива. Михаил, расскажите несколько слов о себе. Действительно, откуда вы? Как вы попали в Израиль и как вы попали в израильскую армию? Я попал в Израиль в 1988 году после 9 лет отказа. Моя семья была лишена права на выезд с 1979 по 1988 год. Я фактически ребенком сел в отказ и приехал в Израиль уже законченным сионистом, горя желанием сделать что-то для своей страны. Это была моя мечта. Мне тогда повезло ее реализовать. И я до сих пор рад этой привилегии, скажем так, тому сечение обстоятельств, которые позволили мне в молодом возрасте относительно попасть в Израиль с тем, чтобы начать свою жизнь именно здесь. Естественно, моей мечтой было попасть в Израильскую армию. И это произошло буквально через два года после приезда. Поскольку я учился в технионе, мне нужно было закончить сначала первую степень, потом вторую магистрскую по архитектуре, которую я не успел закончить из-за того, что, поскольку мы были отказники, нам пришлось бросить все и быстро уезжать, как только нам предоставилась такая возможность. То я попал на программу для студентов, репатриантов, которая позволяла им закончить учебу, а потом идти служить в армию уже по их специальности. И в 90-м году меня призвали на курс молодого бойца, который проходят все, которые участвуют в этой программе. Затем, после окончания учебы, они уже идут служить в армию, не проходя курс молодого бойца, а уже даже, может быть, заканчивая офицерские курсы, начиная службу уже сразу по специальности в качестве офицеров израильской армии. Таким образом, в 90-м году я прошел курс молодого бойца, а затем в 91-м году призвался в армию и служил офицером израильских ВВС. Вы являетесь Рафсеран, то есть это майор израильской армии, но тем не менее вы являетесь активной частью именно спасателей Израиля. Почему это? К сожалению, срочную службу мне пришлось закончить немножко раньше, чем я предполагал. Я попал в тяжелую автокатастрофу, был тяжело ранен, армия хотела меня списать, но я провел с ними нелегкую борьбу несколько лет, и потом в итоге заставил их вернуть меня обратно в армию, уже, естественно, не на срочную службу, а на резервистскую. Фактически буквально через год после этого я узнал о существовании израильского национального спасательного подразделения. Это спасательная команда, которая занимается спасением людей из подрухнувших зданий, или в случае терактов, или в случае землетрясений, или при любом другом несчастном случае, когда здание обрушивается и есть пострадавшие, которые находятся под завалами, кто-то должен их спасать. Я сразу попросил, чтобы меня приняли в это подразделение, и уже 26 лет я прохожу там военную службу, и звание майора я получил 4 года назад, уже именно как офицер-резервист. Здесь как бы я совмещаю и чувство того, что я обязан служить в израильской армии, делать что-то для своей страны, и свои профессиональные знания, потому что моя должность – это главный архитектор этого спасательного подразделения, и я занимаюсь техническим анализом того самого рухнувшего здания, чтобы понять, как можно быстрее спасатели смогли добраться до тех, кто находится под завалами, и как можно быстрее их спасти, потому что, когда мы говорим о спасении жизни, то у нас идет обратный отчет времени, чем быстрее мы доберемся до человека, тем больше шансов, что мы спасем его живым. Моей мечтой было служить в израильской армии, еще когда я тоже, подобно вам, был отказником в Москве, и я видел те издевательства, которые совершали власти по отношению к евреям, и я думал, как же мне защитить мой народ уже, наконец, с оружием в руках. Так вот, мои дети, которые стали уже солдатами израильской армии, двое из них, собственно, уже отслужили, один в Голландии, а другой был парашютистом, они оба говорили, папа, мы живем твоей мечтой. Однако мы посвящаем сегодня нашу с вами передачу Дню Независимости, и, конечно, День Независимости, он неразрывно связан с катастрофой европейского еврейства, и исторически одно последовало за другим. В израильском календаре неделю назад отмечался День Катастрофы и Героизма, а вот сегодня отмечается сначала День Памяти Павших Бойцов, который плавно переходит в празднование День Независимости Израиля. И, прежде всего, я хотел спросить у вас, почему, собственно говоря, в израильском календаре и лексиконе не говорится просто о Дне Катастрофы, как, скажем, в Америке или, может быть, в календаре Организации Объединенных Наций, а в Израиле подчеркивается День Катастрофы и Героизма? Было подчеркнуто то, что это День Катастрофы и Героизма, чтобы действительно не забывать память тех, кто не сдавался, тех, кто сопротивлялся нацизму. И действительно у нас не осталось воспоминаний, не осталась память того, что людей просто убивали, что они шли как овцы на заклане и не пытались сопротивляться этому чудовищному злу. Мы, да, вспоминаем всех, кто поднимал восстание в гетто, кто поднимал восстание в концлагерях, кто сражался, кто уходил в партизаны, кто не сдавался. А многих мы узнаем до сих пор о неизвестных восстаниях в том или ином гетто, которых мы не слышали раньше. И это действительно было повсеместным явлением, это было не какие-то единичные случаи, которые, то что называется, были исключением. Нет, мы сопротивлялись, мы воевали, мы не шли как овцы на заклане. Кстати, это цитата из знаменитого воззвания поэта и борца кауновского гетто Абы Ковнера, который еще в 1941 году, буквально через несколько месяцев, после того, как евреев Каунаса согнали в гетто, в новогоднюю ночь он пишет знаменитое воззвание «не пойдем как овцы на убой». И после этого создается подполье, Кауновское гетто начинает сопротивляться. Мои родители были знакомы с некоторыми бойцами, бывшими бойцами Кауновского гетто в Советском Союзе. Я знал этих людей, я слышал их рассказы, я знаю прекрасно, как тогда мы сопротивлялись. Мы обязаны помнить этих людей, мы обязаны сохранять память о них, потому что это символ того, как нам приходится воевать за наше существование, как нам приходится воевать со всеми нашими врагами на каждом этапе нашей истории. То, что мы обязаны помнить сегодня, это то, что мы не можем проявлять слабость, потому что иначе это обернуться для нас очередной катастрофой. На этом строятся принципы существования израильской армии, как раз об этом сегодня говорил премьер-министр Бенемин Таньяо на травмной церемонии, посвященной памяти павших солдат. Он сказал, что мы помним всех, кто отдал жизни за нашу свободу, за нашу независимость, и мы готовим нашу армию к тому, чтобы это никогда не повторилось, и чтобы мы продолжили наше существование. Это принцип, с которым каждый израильский солдат, я думаю, что вы прекрасно знаете, ваши дети служили в израильской армии, с этой мыслью каждый солдат идет служить, каждый день, когда он там находится, он это помнит, потому что мы знаем прекрасно, чем может обернуться наша слабость. Если у вас нечто, что, например, в Израиле называется «Ахаяль Шили», «Мой солдат», когда оплакивают моего солдата или моего погибшего, есть ли кто-то, кто пал жертвой или рук террористов, или в боях за безопасность Израиля? День памяти катастрофы – это наша общая национальная память. А День памяти павших в войнах Израиля – это праздник личный, потому что у многих есть родственники, есть близкие родственники, есть дети, отцы, которые погибли в боях, есть друзья. Нет фактически ни одного израильтяна, которого бы это не коснулось лично. Даже многих репатриантов, которые, казалось бы, приехали в Израиль уже после всех основных войн, но тем не менее есть большое количество уже репатриантов, которые отдали свои жизни, и тех, кого это коснулось лично. Фактически нету никого, мимо кого бы это не прошло мимо. У меня был друг, с которым мы вместе долгое время служили в нашем спасательном подразделении. Он жил в Новосибирске, но он приезжал в Ленинград учиться ивриту, приезжал, участвовал в разных семинарах по изучению иврит, он тоже был отказником. И там с ним познакомилась моя мама, она нам много про него рассказывала, потому что он ее поразил своей преданностью Израилю, преданностью иврейскому народу и той необычайной мечте попасть в Израиль и что-то сделать для своей страны. И потом нас судьба свела в одном подразделении, я встретил его, когда я пошел добровольцем в это спасательное подразделение, я встретил его там практически сразу, и это было очень удивительное событие, видеть человека, о котором ты слышал еще много лет назад, когда ты был отказником, вдруг ты встречаешься, и оказывается, что ты с ним служишь в одном подразделении, и он пошел тоже добровольцем, несмотря на то, что по возрасту он уже не должен был служить в израильской армии резервистом, но он потребовал, чтобы ему была предоставлена такая возможность, и мы провели с ним несколько лет на разных мероприятиях, мы с ним выезжали на разные спасательные работы в Израиле и за рубежом, но потом он, к сожалению, погиб во время второй антифады, он погиб в террористической атаке на то поселение в Иудее, в котором он жил, поселение Адура, я думаю, сейчас самое время вспомнить этого человека, его звали Яков Кац, он был одним из двух погибших в том теракте, когда террористы переодеты израильскими солдатами в шаббат, в нашу святую субботу, пробрались в это поселение и открыли огонь по его жителям, и Яков услышал эти выстрелы, он был в этот момент в синагоге, на утренней молитве, на шахарите, и он побежал домой, чтобы взять оружие, он был членом группы быстрого реагирования, которая есть в каждом поселении, в каждом поселении, чтобы именно реагировать на вот такие вот теракты, он побежал, и по дороге он оттолкнулся на террористов, он пытался их остановить голыми руками, он был каратист, он занимался восточными единоборствами, но понятно, что у него не было шансов, и он получил очередь и погиб. Он стал нашим, как бы, павшим солдатом нашего подразделения, и каждый год в День памяти павших, когда в 11 часов утра по всему Израилю звучит сирена памяти, и жизнь останавливается, все встают и чтят память погибших, мы собираемся в корме на кладбище в Иерусалиме, в котором открывается совершенно потрясающий вид на нашу столицу и на холмы Иудеи, на которых он погиб, на которых он мечтал попасть еще в Советском Союзе, он попал, он служил в израильской армии, он защищал нашу страну, он пытался бороться с террористами, и он погиб, и это та память, которую он оставил для нас, и мы ее сохраняем, и будем сохранять, я думаю, до тех пор, пока наше подразделение существует, потому что каждый год приходят новые ребята, которые его не знали, но он стал уже частью нашей памяти, и поэтому мы приходим, мы приходили, мы будем приходить, чтобы почтить память Якова Каца. В этом смысле память, она также становится основой будущего. Здесь в Америке произошла смена администрации. Первыми несколькими шагами, которых я, честно говоря, опасался, просто в жутком сне я думал о том, что может не дать Бог произойти, и это, к величайшему сожалению, происходит. То есть, Американская администрация возвратила финансирование, приостановленное Трампом, и сотни миллионов долларов направляются на финансирование палестинской автономии, которая, часть этих средств переводит на так называемые зарплаты террористам, то есть, в первую очередь, семьям, так сказать, убитых террористов, или те, которые находятся в израильских тюрьмах, убийц. То есть, по сути, идет речь о том, что американские налогоплательщики оплачивают террор против Израиля. Это одна сторона. И другая сторона, которая просто угрожает существованию Израиля, а именно договор с Ираном. Об этом тоже сегодня говорил как раз-таки Бениамин Натюниягу. Он еще раз подчеркнул, что вопросы нашей безопасности и вопросы иранской угрозы, единственное, что нами руководит, это защита нашей безопасности. И это абсолютно бескомпроместный вопрос. То есть, мы сделаем все для того, чтобы иранская ядерная программа нам не угрожала. Иранцы не скрывают своих намерений уничтожить Израиль. Они открыто об этом говорят, что их целью является уничтожение сионистского образования. Они не произносят слово «Израиль», как известно. Они называют нас сионистским образованием на Ближнем Востоке. Открыто говорят о том, что они собираются нас уничтожить. Всему миру это не мешает. Мы возвращаемся к катастрофе, когда Гитлер говорил, что он уничтожит евреев. Весь мир от этого отмахивался. У нас тогда не было государства. Мы не могли себя защитить. Теперь у нас государство есть. У нас есть армия, которая ходит в 10 самых лучших, самых мощных армий мира. И поэтому мы сделаем все для того, чтобы иранская угроза или любая другая не угрожала нашим детям и нашему будущему. Война за независимость, начатая в 1947 году, еще за полгода до создания Израиля. Потому что, как известно, мы помним, что Израиль получила независимость в ночь на 15 мая 1948 года. Но война за независимость не началась. Вот этот день она началась. На следующий день, после голосования в ООН о разделе Палестяна, 29 ноября 1947 года, и с декабря 1947 года начинается война за независимость, когда арабы начинают массированные атаки на еврейский Ишуф в Иерус-Исраиль. Поэтому эта война продолжается и сегодня. Потому что наши враги делают все возможное для того, чтобы нас не было, чтобы мы не существовали, чтобы Израиль не существовал как государство, и чтобы евреи не жили в своей стране. К счастью, мы сильны, мы это понимаем, и наше государство только крепнет, и мы эту угрозу держим под контролем. Каждый из нас, кто может внести в эту лепту, должен это делать, потому что это наше общее будущее, это гарантия нашей безопасности, где бы евреи не жили. Израиль сегодня защищает не только своих граждан, Израиль защищает евреев всего мира. Это то, что сегодня удерживает многих антисмитов от очередных погромов и от очередного Холокоста, это только существование Израиля. Потому что точно так же, как мое спасательное подразделение, я готов в течение нескольких часов вылететь в любую точку мира с тем, чтобы спасти, неважно, евреев или неевреев, нам приходилось спасать и взорванные еврейские центры, как это было в Аргентине, в Буэнос-Аресе, или израильские посольства в Африке, в другие точки мира и в разные страны, помогая не только еврейским общинам, но и всем, кому нужна наша помощь. Точно так же, Израиль готов сделать все для того, чтобы ничто не угрожало безопасности еврейских общин по всему миру. Я думаю, что сегодня многие понимают, что Израиль это не просто замечательная, теплая страна на берегу Синего моря, на Ближнем Востоке, это некий символ нашего будущего, нашего единства, символ нашего выживания. Потому что мы мечтали 2000 лет о том, чтобы не быть угнетаемым, преследуемым народом, чтобы мы могли гордиться. И Израиль это наша гордость. Та или иная американская или любая другая администрация, которая переводит деньги нашим врагам, это, конечно, неприятный инцидент, но я думаю, что мы его переживем. Мы пережили 8 лет Обамы, все эти беды, которые принесло нам и всему Ближнему Востоку президентство Обамы. И мы точно так же переживем и эту третью каденцию Обамы, потому что мы видим, что фактически администрация Харрис Байден это просто продолжение, реинкарнация администрации Обама. Те же люди, которые были у Обамы, они сейчас работают под Байденом. Он набирает их снова и назначает на разные ответственные посты в своей администрации. Мы знаем, с чем мы имеем дело, и поэтому мы знаем, что мы защищаем, и нас это не пугает. Это неприятно, но мы это переживем. Вы, по сути, ответили на вопрос, почему День независимости Израиля это также наш общий день, потому что, с одной стороны, мы, наши предки, мечтали о том, что Израиль будет возрожден когда-нибудь, и на наших глазах это произошло. с другой стороны, потому что не только мы храним Израиль, но также и Израиль хранит нас, имея в виду евреев и знания. С другой стороны, я хочу упомянуть еще об одной опасности. Мне кажется, что опасности бывают не только внешними, но и внутренними. В Израиле продолжается уже два года искусственно созданный, по сути, коалиционный кризис, когда большинство израильтян голосуют за правые партии, но некие силы, пытающиеся Израиль поставить на место, находят троянских, так сказать, коней правой коалиции и пытаются разрушить Израиль изнутри. Возможно, что речь идет не только о борьбе правых с левыми, а по сути о израильтян с евреями. Вспоминая о мэре вашего города Тель-Авива, который пытался создать партию израильтян, очевидно, противовес, так сказать, тому, что называется еврейским. И ведь в этом смысле что такое Израиль? Израиль – это продолжение еврейской истории, и это наше с вами духовное наследие, и это наше с вами духовное будущее, или это новое государство всех граждан? Как вам кажется, вот эта борьба, которая продолжается, и которая на самом деле может быть является самой сложной? Совершенно верно. Это борьба, которую мы ведем с самого первого момента нашей национальной истории, когда мы стали народом после выхода из Египта. это борьба еврейского духа с духом ассимиляции, когда мы не хотим быть евреями, когда мы не хотим быть сами собой, мы хотим быть кем-то другим, мы хотим быть как все народы, мы хотим быть жить как они, и мы поворачиваем спину своей традиции к своим истокам, к своей национальной самоидентификации. В каждом поколении, на каждом этапе нашей истории ассимиляция уносила свои жертвы, мы знаем все поколения, которые исчезали в этом болоте ассимиляции, знаем, что еврейский народ, который сохраняет свой национальный дух, он сохраняет сам. Часто, что происходит, это очередной виток этой борьбы ассимилянтов с еврейством, к сожалению, это добралось до Израиля, как вы правильно совершенно сказали, это борьба идеи создания так называемого государства всех граждан, это известная иллюзия ассимилянтов, нас всегда вычисляют, именно поэтому как бы нацисты, мы говорили о катастрофе, нацисты выискивали евреев вплоть до третьего-четвертого поколений, потому что они знали, что еврейский дух неистребим, и нужно это делать очень основательно, и поэтому нам все равно от них не спрятаться, нам все равно от них не скрыться. Ну, есть каждый раз такие безумцы, которые пытаются отказаться от своего еврейского «я» и уйти в светлый мир прогрессивного человечества и исчезнуть в нем. Но достаточно много людей все-таки, да, сохраняют верность своим традициям, своим принципам, и на этом стоит Израиль. К сожалению, это сейчас вылилось в коррекционный кризис, это вылилось в политическую борьбу этих двух лагерей, уже многие, понятно, что мы голосуем на этих выборах, в четвертый раз мы голосовали буквально совсем недавно, не за Нитаньягу или не против Нитаньягу, мы голосовали за еврейское будущее Израиля, за еврейский Израиль или за то самое космополитическое государство всех граждан, которое на самом деле не будет существовать, оно просто исчезнет, потому что как только Израиль перестанет быть еврейским, в течение нескольких лет он исчезнет, потому что когда произойдет следующая война, а война у нас происходит регулярно, как мы с вами говорили, то за что мы воюем, и мы просто не сможем защищать себя, Израиль не еврейский исчезнет, мы должны сделать все для того, чтобы наша национальная самоидентификация продолжала быть нам понятны, чтобы наши дети изучали это в школе, чего, к сожалению, у него сегодня не происходит достаточно ни в Израиле, ни в общинах диаспоры, нам нужно развивать наше образование, нужно объяснять, что такое иудаизм, что такое еврейство, наши национальные ценности, нашу историю, нашу память, только тогда мы сможем сохранить наше будущее и передать эту веру, эту память и это понимание того, что такое еврейство следующим поколениям, чтобы они не прервали эту цепочку и передали это своим детям и внукам, потому что только так это может продолжаться. Каждый из нас фактически находится на этом этапе борьбы за наше национальное выживание, это могут быть солдаты израильского спецназа, которые сейчас защищают нас очередной угрозой, и каждый из нас, кто сейчас воспитывает своих детей, неважно в Израиле или в любой точке диаспоры, если мы растим наших детей евреями, если мы им рассказываем, что такое День независимости, День памяти катастрофы, если мы рассказываем им, о чем говорит праздник Песох, то мы сможем это объяснить и нашим детям, и они смогут объяснить это своим, и цепочка нашей исторической национальной преемственности не прервется, и это смысл Дня независимости, когда мы отмечаем нашу победу, которую мы совершили 73 года назад, когда мы завоевали нашу независимость и продолжаем ее защищать, когда мы помним, за что мы воюем, когда мы помним, куда мы идем, мы туда дойдем, мы доберемся до цели, и говорит еврейская мудрость, каждый человек должен знать три вещи, знай, откуда ты идешь, знай, куда ты направляешь свой путь, и знай, перед кем тебя держать, этот ответ, и это, пожалуй, самое главное, то, что мы должны помнить. Я хочу вас поблагодарить за замечательный рассказ, личный рассказ о вашем Дне независимости Израиля, пусть этот рассказ станет еще одной победой в войне за будущее Израиля и нашего народа. Всего самого хорошего. Спасибо, с праздником. Продолжение следует...